Всем привет! Сегодня с вами Аркадий Шпалов с обзором объектива Юпитер 8. У меня дальномерная версия объектива с байонетом Contax Kyiv. Юпитер 8 имеет внутренний байонет Contax Kyiv, а потому у него нет кольца фокусировки. Такие объективы довольно проблемно используют на современных цифровых камерах, потому что для них для удобной работы требуется использовать специальный переходник, у которого есть гликоидное кольцо, либо самодельное какое-то кольцо фокусировки. Первоначально такие объективы устанавливались на камеры с байонетом Contax Kyiv, например, советский Киев, у меня версия 4А. Давайте установим объектив. При установленном объективе за фокусировку отвечает непосредственно кольцо, которое находится на байонете самого фотоаппарата, и он фокусируется с помощью этого кольца. На этом же кольце указаны и значения дистанции фокусировки от бесконечности до 90 сантиметров и шкала грипп. Правда, это кольцо и эти шкалы работают только для объективов с внутренним байонетом, вот таким вот, как у этого Юпитер 8. Я использую этот объектив с помощью самодельного переходника с байонета Contax Kyiv на байонет Sony E на камере Sony A7. Объективчик вот так вот устанавливается в этот переходник, после чего можно фокусироваться как с помощью обычного объектива. У меня в моем переходнике немножко удлинен шаг геликоида, и потому мой объектив фокусируется не до 90 сантиметров, эта метка указана на самом переходнике, либо на самом байонете камеры, а где-то до 45 сантиметров. И у меня такой плюс, что на этом переходнике кольцо фокусировки вращается на целых 720 градусов, то есть это полных два оборота. Наводиться на резкость очень плавно, учитывая, что у Sony A7 есть функция пикинга, попасть в резкость очень просто. Даже на полностью открытой диафрагме на 2.0 можно снимать в 90 случаях с полным попаданием в резкость. Что касается непосредственно объектива, то моя версия имеет буковку P в своем названии, что означает просветленную оптику. Оптика имеет сиреневые отблики. К сожалению, это не мультипросветление, и основная проблема объектива это плохая неустойчивая работа в контролем боковом свете. Объектив дает сильные засветки, сильные вуали, можно легко очень зайчики поймать, это все что угодно можно поймать. Изготовлен он на киевском заводе Arsenal, у нас даже есть ангетимчик из Arsenal на кольце объектива. Диафрамма состоит из 9 лепестков, это очень хорошо. При закрытии они формируют довольно ровненькое отверстие. На реальных фотографиях очень сложно заметить ребра у многогранников. Кольцо диафрагмы вращается плавно, без фиксированных значений. Есть метки от F20 до F22. Плавное регулирование диафрагмы довольно важно при съемке видео. И с этим объективом я заметил одну такую особенность, что при фокусировке, из-за того что вращается фактически весь объектив, вращается и блок диафрагмы, из-за чего звездочки, которые получаются при съемке видео, вращаются в кадре. Это может немножко отвлекать зрителя. Вот вам пример. Вот солнышко у нас так вот бликует и вращается. И я с таким сталкиваюсь в первый раз. Довольно необычно. В работе объектив Юпитер 8 является обычным полтинником, то есть объективом с фокусным расстоянием 50 миллиметров, светосила F20 достаточно распространена для полтинников. Лично мне нравится в объективе определенная воздушность. Юпитер 8 является таким объективом со своим характером. Люди, которые снимали на него, никогда в жизни не перепутывают его с чем-то другим. Далее в ролике можно будет посмотреть, как этот объектив снимают видео. На этом будем с ним заканчивать. Он не такой уж и большой, чтобы сделать большой обзор про него. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова